Это не операция силовиков, а учебная подготовка. Сотрудники ОМОНа отрабатывают действия в рамках круговой тренировки. Для этого взяли четыре базовых элемента. После успешного прохождения одного из них и досконального анализа всех нюансов, группа переходит на следующую площадку. Среди элементов задержание пешего преступника, захват террориста в машине, захват автобуса как в движении, так и на месте. В основном это динамика входа, потому что если есть заложники, они ждать нас не будут. Нам надо максимально быстро оказаться в салоне, или их задержать, или ликвидировать, чтобы не пострадали мирные граждане. Вот на это обращаем особое внимание. Подобные тренировки проходят как минимум три раза в неделю. Отрабатывают скрытный подход, распределение целей и, конечно, скорость. Каждое упражнение выполняется почти мгновенно. Все действие происходит менее чем за 10 секунд. Задержанные часто даже не успевают понять, что именно произошло. Настолько быстро движутся сотрудники ОМОНа. Не менее важна сплоченность. Каждый член отряда должен четко понимать, где и когда он должен оказаться. Обязательно стараемся, чтобы была взаимозаменяемость. Дублер всегда присутствует, потому что человек может находиться в отпуске или еще где-то. И если на одном человеке его затачивать под одно, и он если выпадет, то уже тогда будет проблема при выполнении задачи. Поэтому мы стараемся минимум двойку тренировать на каждом направлении. А так в основном три-четыре человека. При этом на одной роли есть как молодые сотрудники, так и опытные. Такой подход позволяет наиболее эффективно передавать боевой опыт. Стоит отметить, что когда в отряд приходит новый боец, его рассматривают индивидуально, выявляют сильные и слабые стороны. В любом направлении сотрудник должен хорошо быть физически подготовлен, морально устойчив. А там уже где-то есть ребята, скажем, атлетического телосложения, да, там с массой более, допустим, 80-90 килограмм. Мы их для задачи щитовых групп ставим. Кто-то повыше, более по телосложению сухой. Мы это, ребята, рассматриваем на бойцов-высотников. Помимо этого в составе отряда ОМОН есть кинологи, взрывотехники и другие узкие специалисты. Ведь они выполняют самый широкий спектр задач среди специальных подразделений России. Это охрана общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана акватории, биологических ресурсов, а также массовых мероприятий. 3 октября сотрудники ОМОНа отметят профессиональный праздник. Подразделению исполнится более 30 лет. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания «Город».